здравствуйте друзья мы находимся в одном из самых живописных мест на побережье санта кросс вот то что вы видите это пляж парка который называется natural bridges мы как-то с вами там бывали вот видите тут такие промытые океаном как бы мостики там кое-что обрушилась кое-что нет вы бывали там там бабочки монарх гнездуют можно сказать нерестятся вот мы сейчас увидим с вами там битрила такой друзья мне пришлось убрать звук который там записаны уже потом дописывать значит это мобил хоум парк но такой непростой мобил хоум парка дорогой с океанским видом в прикольном месте и вы видите вот эти домики вот он из двух частей состоит ведь вот два окошка еще два окошка это как бы двойной ширины потому что бывает одиночный но они здесь вообще хорошие такие побольше домики вот рядом с ним так он вообще так такой еще лишь новый совсем вот и мы туда пойдем сейчас посмотрим домик он такой тоже из двух частей достаточно большой он стоит сто пятнадцать тысяч за него просит но поскольку это манифер черт холм то сто пятнадцать тысяч стоит сама коробка а расход настоящий состоит в том что надо еще платить за землю вот мы сейчас пойдем и спросим у риэлтора сколько надо платить за землю и и почем вообще обходится такое удовольствие вот значок который говорит open house вот само это хозяйство вот она посмотрите вообще большой домище до светлой там где-то 1500 скверфута где-то ну 1600 очень довольно большой такой он построен в семидесятом году потом несколько раз перья ну не то что перестроен ну как бы улучшен так вид конечно у него скромненький ну так и цена не миллион мы находим сейчас внутри вот я как ну подошел тут есть риэлтор я спросил почем почем стоит земли то есть 115 стоит коробка то что коробка здесь за припарковано стоит 3750 долларов в месяц вот так тут ветер дует как чувствую слышу как это все происходит коробочка такая скромненькая а вот давайте посмотрим на дом вот он со стороны океана мы идем ну что пахнет стареньким я бы так сказал пахнет стареньким ну что же тут куба большая здесь кухня мне нравится идти с этой стороны со светом их лучше получается 3750 в месяц друзья и не слабо люди книжки может это книжки так пахнут я не знаю пахнет какой-то стариной такой да вот здесь у нас бедру мы пошли туда углубляемся внутрь стиралка сушилка это мы зашли отсюда на самом деле вот мы с этой двери заходили тут у них как ты не знаешь такое место не знаю ничего выглядит как для компьютера вроде так разложить постиранное посушеное вот бедра ну да припахивает как-то то ли от влажности то ли не знаю от чего видно что люди здесь давно живут только слепыми белишки так туалетик ну вот сказать что бы друг просторный бы друг простор вот тут туалетик и туалетик просторный вот я хочу сказать что здесь нельзя сказать что здесь тесно здесь здесь все очень просторно а тут что в конце вот можно сказать и песочек пожалуйста сучек да ну чтож наверное он нет о тут еще один санузел которую мы не видели так бедру мы видели в общем так мы видим домик с другого боку в принципе его можно снести и поставить другой на его место место тут достаточно просторное ну на разрешение конечно значит говорят что 20 тысяч стоит его сломать еще 20 тысяч стоит установка нового такого 250 тысяч стоил бы сам новый что выяснила светлана в разговоре с инструктором помимо того что все это хозяйство стоит 3 750 каждый год они 3 750 они повышают на 2 процента это значит что ну где-то считайте 75 долларов в месяц добавляют каждый год ну она тоже растет то что добавляет процент на больше грубо и вот здесь нет пропорте такса то есть это вот как как мобил то есть как бы это транспортное средство потому что у него нет налога на собственность и соответственно тут как бы некоторая собственность недорогая там налог себе смехотворный ты думаешь но они с деньгами пожилые люди с деньгами нет ты не хочешь повышения давай зайдем сюда в как это пагода такая так тут у них еще помимо пляжа и как бы шикарного места по-своему у них помимо этого есть еще свой clubhouse и бассейн и это все включено все включено да здесь очень приятное место потому что вот тут где мы находимся вот здесь стекла стоят с той стороны эти со стороны откуда ветер до стоят стекла а видно они знают откуда ветер на но все время в эту сторону дует вот вот пляжик у них там тропочки то есть это место такое по-своему эксклюзивно и вот этот вот мобильный парк он тоже эксклюзив среди мобильных парков я пытаюсь показать так общую картинку вот этого парка тут мило единственно что все в асфальте конечно хочется больше травки наверно так вот больше прайвиси такие сараюшечки слушай как вас оснают прозрачная такая веранда тоже люди они может быть не столько на океан сколько вот туда на пляж хорошо значит мы спросили если будет стоять в глубине и вид домик и вид не на океан а вид вот не на что на соседей как будет они говорят будет стоить не три семьсот пятьдесят в месяц атом 2 500 аренда до соответственно вода электричество и прочие радости жизни все это отдельно это может быть не безумно дорого и я не думаю что много воды можно потратить земли особо нет поливать нечего расход воды в основном на отравку идет не на то что чек посуду по ну да тут есть домик явно осовременены с таким ну и не совсем сарайным внешним видом до много на продаже обрати внимание здесь не может хорошо обычно люди платят за да здесь получается земля не твоя коробка твоя она только в цене теряет и и поэтому что что то есть как бы здесь нарушены все законы инвестирования в недвижимость да тут уже дом прям как настоящий можно немножко да с карпорт навесик такой карпорт не гараж а карпорт мы кажется мы кружком пришли к того места откуда начинали нам идем туда мы то хотели глянуть на их клабхаус но так не дошли нам сказали что еще есть опенхаус а вот цвет опенхаус давай зайдем вот этот зелененький тут тоже опенхаус мы про него ничего не знаем давай посмотрим на прошерки сверху нам скажут написано что дома это молодец вот он совсем новенький хотят они за него 80 тысяч что на самом деле мало довольно таки больше того говорят что хотели продать его за 110 но снизили цену до 100 до 80 я хочу сказать что если по ней еще цену на аренд земли снизили да ну что давай зайдем действительно мы спросили агенты этому дома всего годик он и пахнет совсем по-другому мы начнем с другого конца мы начнем двигаться к входу здесь у нас туалет санузел санузел они хотят продать и вот просили 110 тысяч я думаю что пост купить такой домик вот чтобы поставить намного дороже стоит чем 110 тысяч и тем более 80 то есть они явно теряют на на самой постройке такая штука стоит 200 250 на самом деле если купить приходит с мебелью с кухней там со всеми делами вот все вот это вот это все там уже установлено и пол все все так стоит здесь живут люди без без дураков то есть это как бы не стейджинга это все настоящее они так живут значит у нас две я что два бедрома пока вот один тут вот есть еще один бедром и небольшие я бы сказал так там шкафчики ну то есть как положено как положено конечно вот с точки зрения соседства вот вы когда видите тут совсем близко люди это не то что у вас дом на куски земли и там некоторая изолированность присутствует забор там или что-то забора нет изолированности нет вот там выход на улицу там машину можно поставить и зайти так вот мы приближаемся к двери значит у нас налево кухня налево кухня это линолеумная плитка на полу кухня видите как манюферчерт прям готовый такой кусок земли под этим стоит 2500 в месяц в аренду да там было 3750 а здесь 2 500 хотя в общем то они рядом но нет вида на океан свет скажи вот мы тут гуляем по этому парку как тебя впечатление то есть вот у меня немножко двойственно потому что с одной стороны вроде бы все эти манифектур холмс это как бы признак чего-то очень дешевого с другой стороны в таком месте знаешь и как-то необычно очень я немножко чувствую себя клаустрофобик в этом доме потому что у него совсем нет земли да соседи близко и у него нет например вот как ты можешь даже если ты к себе на букьярт не ходишь вообще да но у тебя есть большая слайдинг-дверь и у тебя есть пустой букьярт где да и место а здесь кроме дороги это как когда мы на холме жили бы по этому холму пешком не ходили но само это ощущение что ты живешь на холме и все где-то бесконечно далеко немножко вот эти дома внутри вот такое ощущение клаустрофобичности немножко вызывает как-то чего-то там не из-за дома клаустрофобичного а из-за того что соседи близко да да мило очень мило ну что же друзья я надеюсь вам интересно было я смотрю машинки маленькие вот там вы видели smart здесь fiat 500 стоит у людей все-таки здесь пожилые люди слушай свет а вот ты спросила ее почему люди через год продают что какой был ответ ну там семейные обстоятельства она видна у нее сантеют и мама пожилая заболела я только год назад купила сейчас продает и надо сказать что вот рилстерша нам сказала что от момента зависит а где вот недавно там три таких продала на раз со свистом это сейчас что-то встала нету такого красивого если тебя не смущает сам вот стиль жизни да но все-таки цена же какая-то цена 80 тысяч это очень небольшая цена это не нет нет за землю за землю я думаю вот за землю 2,5 тысячи но рент такого дома 3,2 басрума да не будет все равно меньше если исключить стоимость дома которая 80 тысяч но которая дешевая за такой новый дом все так и говорить только 2,5 тысячи месяц за 3 бэдром 2 басрума это дешево надо сказать что мы поинтересовались можно ли сдавать в рент это жилье если ты владеешь они говорят можно но не меньше чем на полгода то есть они не хотят люди которые здесь просто живут не хотят чтобы здесь это в гостиницу превращалась то есть сдавать можно помесячно но в общем сроком не менее 6 месяцев и это нужно каждый раз получать разрешение у менеджмента слушай а этот тоже продается смотри еще в этом были нет вот еще не продается не открыт такое ощущение что вообще новый не очень старый да самый ошен фронт самые дорогие есть потому что три три семьсот пятьдесят где взять каждый месяц да ну что света мы вернулись туда откуда начинали человек на парусе туда ну ничего страшного ну что же уходим